О том, как перестроилось образование в период пандемии и о мировых трендах в исследованиях поговорим сегодня в программе по существу с Андреем Юрьевичем Александровым, ректором Чувашского госуниверситета. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Насколько быстро ВУЗ смог перестроиться на новый формат, на дистанционное обучение? Были ли проблемы тогда и сейчас ли, может быть, еще решаются? Если я скажу, что мгновенно, то покривлю душой. Конечно же, нет, понадобилось определенное время. Помогло то, что ряд преподавателей все-таки и в прежние времена использовали так называемые дистанционные технологии. Активно переписывались со студентами и в мессенджер, и в социальных сетях, и, конечно же, по электронной почте. И нарабатывали целый массив лекционного материала, тестового материала и других методических пособий, которые очень нам пригодились в это трудное время. Я хочу сказать, что если оценивать работу студентов и преподавателей во время дистанта, она носила очень масштабный характер и была, конечно, для нас вызовом. Думаю, что мы справились. И сегодня для того, чтобы сделать процесс, скажем так, более современным, эффективным, мы приобрели интерактивную студию, где записываем так называемые курсы онлайн, вебинары с применением самых современных средств. Это заходит в студенческую среду очень хорошо. Мы себе ставим задачу быть в тренде всех событий в цифровой среде. Ну, ВУЗ ведь это не только лекции по предметам, какие-то практические занятия, но еще и научная деятельность, научно-исследовательская деятельность. Вот ваши ученые достигают успехов, они получают и федеральные гранты. Какие направления исследований сейчас наиболее популярны? Ну, безусловно, университет, он немыслим без науки. Всем известна разработка российских ученых по заказу МЧС. Это робот-андроид по имени Федор, который способен выполнять простейшие операции, успел посетить орбиту, слетал в космос и хорошо там себя, говорят, зарекомендовал. Вот мы, пометуя об этом, создали такую лабораторию, она молодая, два года. Лаборатория называется робототехники и искусственного интеллекта. Шесть наших молодых ребят, талантов, создают первого в Чувашии робота-андроида. Конечно, это во многом профориенционный такой проект, он у нас будет уметь общаться с ребятами, с посетителями университета, отвечать на их вопросы, отвечать на манипуляции, назовем так, руками, конечностями и передвигаться по поверхности. Вот не буду раскрывать всю интригу, думаю, что он не сильно отстанет от своего собрата, о котором я говорил выше. Очень хочется уже с ним познакомиться и, может быть, пожать руку ему. Ну, это за особое вознаграждение. Ах, не просто так. Да. Говорят, что наука должна быть непременно прикладной, ну, то есть сразу же применение в жизни находить. Вы с этим согласны? Знаете, отчасти, я бы сказал, нет, потому что без фундаментальных исследований, прикладные, те, которые, как говорите, надо и можно уже применять в реальной жизни, на практике, ну, невозможно. Вот все Нобелевские премии в области науки, они ведь присуждались за фундаментальное открытие. И абсолютно не было ясно, в какой точно предметной области, в какой сфере сработает, что называется, это самое исследование, которое получило Нобелевскую награду. Но мы своих преподавателей, студентов, конечно, ориентируем на то, чтобы вот их разработка находила применение, чтобы они чувствовали полезность своего продукта. Ну, вот, например, наш молодой исследователь Елена Соленова, кстати, выпускница Новочебоксарской школы, а сейчас она выпускница медицинского факультета. Она разрабатывает средства, которые будут помогать в борьбе с инфекциями, которые распространяются в организме человека. Ну, речь идет и о бактериях, они бывают разного плана, планктонного происхождения, в биопленке. И вот последние, они обладают такой способностью, не очень для нас хорошей, приспосабливаться постепенно к антибиотикам, которые применяют против них. Ее разработка, мы надеемся, поможет в создании антибиотика нового поколения, не даст болезни нашей перейти в хроническую форму. И, что важно, мы получим этот результат уже в российском производстве. А есть какие-то крупные инфраструктурные проекты, которые воплотили или воплощают сейчас? Ну, их целое множество, огромное множество. Я вот расскажу о нескольких авторами, творцами этих проектов, что приятно явились наши выпускники нашего университета. Один из таких проектов – это создание уникальной серии автоматических выключателей силой тока до 1000 ампер, которые сегодня выпускаются, ну, несколькими компаниями в мире. Это АББ, Сименс, в условиях программы импортозамещения создаем вот такие устройства, которые способны работать в условиях аномально низких температур, в условиях Арктики и Антарктики, могут быть установлены на объектах береговой службы. Это вот наш совместный проект кафедры электрических и электронных аппаратов и Чебоксарского электроаппаратного завода. Все слышали, а может быть некоторые жители Чуваши уже прокатились на электричке по МЦК – Московское центральное кольцо. Так вот, разработчиками автоматики этого кольца – это как раз дело рук выпускников нашего университета, который занимается электроникой. И к этому причастна компания «Элара». Еще один проект – Крымский мост, грандиозный и уж точно всем известный. Железнодорожные и автомобильные пути располагаются на этом объекте, но есть еще и «Энергомост». Вот его разработкой и более того, часть компонентной базы также поставили наши выпускники, сотрудники предприятия «Экро». Не могу не сказать о проекте, который идет на службу здоровью человека. Это «Углеродные пленки» – наш совместный проект с нашим известным центром травматологии ортопедии эндопротезирования, который располагается в Чебоксарах и аналогично есть в Смоленске. Так вот, наш подход, наш метод, как показали уже исследования, испытания, работает и сводит на минимум, практически на нет, вот бактерии, инфекции, которые колонизируют мягкие ткани вокруг искусственных суставов. Вы говорите, выпускники пригодились в Москве, в Крыму, в Антарктике, а в Чувашии исследования и наработки ваших выпускников тоже востребованы? Ну, безусловно, вот совсем недавно, в последние полгода, очень интенсивно велась разработка комплексной программы социально-экономического развития нашей республики на ближайшие пять лет. И надо сказать, что наши ученые принимали непосредственное участие в работе над этой программой, причем разных факультетов. Вот что вы можете найти в программе в плане развития вузовской среды и университета в частности? Мы планируем создать центр IT-компетенций на базе Чувашского государственного университета вместе с предприятиями IT-кластера. Мы хотим организовать центр СИН-энергия совместно с нашим электротехническим кластером. Планируется, вот это приятно особо для людей культуры, организовать на базе Дворца культуры Чувашского государственного университета центр молодежной культуры нашей республики. Вот в этом комплексном документе заложены очень серьезные мероприятия. И надо сказать, что их с большим воодушевлением поддержал выпускник Чувашского государственного университета, исполняющий обязанности главы Чувашской республики Олег Николаев. База знаний и лабораторий в вузе очень высокая, а студенты, они сами инициативные, сами выбирают, какие проекты делать, в какую область они хотят пойти. Знаете, в любом деле самый главный интерес. Вот есть интерес, искорка, и все получится. Несколько примеров из студенческих достижений. Никита Павлов, выпускник факультета информатики и учреждения техники, будучи студентом второго курса, разработал такое мобильное приложение, называется автосимулятор. Представляете, за два года, это небольшой срок, этим приложением воспользовались, его скачали миллион пользователей. Вот мы находимся в лаборатории факультета энергетики и электротехники. Ребята, которые занимаются в студенческом конструкторском бюро, называется электроавтоматика, вот они разработали электронный терминал, который повторяет математическую модель системы отопления вот этого здания. Причем они сделали несколько таких прототипов, образцов. Один из них установлен в одной из новочебоксарских школ и имеет двойное назначение. То есть, собственно говоря, практического применения и обучающего, когда ребята могут играть, допустим, математические игры какие-то. Они могут получить представление о том, как обеспечивается энергосбережение вот на конкретном объекте. Это ребята вот из этого корпуса, с этого факультета. Их руководитель Алексей Германович Калинин, выпускник университета, кандидат технической наук, доцент, собственно говоря, является также вдохновителем и наставником этой активной части нашей молодежи. Для того, чтобы студенты с увлечением занимались, с усердием и на лекциях, и на практических занятиях, им нужны условия. Как в ЧГУ с этим? Ну, я думаю, что вот эта территория, это пространство, где мы с вами находимся, оно уже возбуждает интерес к будущей профессии. И наша задача вот как раз создать такую экосистему возможностей, очень наглядную, очень понятную, для тех, кто собирается прийти к нам. Мы разрешаем трогать руками, делать руками, запрограммировать, ну, самые простейшие, может быть, системы, устройства, для того, чтобы будущий инженер, будущий технолог, он мог воочию понять, как это делается. Например, с вышеупомянутым предприятием ЭКРО мы создали лабораторию, цифровая подстанция, вот аналогов таких подстанций в вузах России сегодня нет. И повторяет, она известный действующий объект, электрическую подстанцию, которая питает поселок, высокотехнологичный, очень образовательный такой поселок Сколково. Кроме того, вот студенческие конструкции бюро – это тоже такой мостик между наукой и образованием, наукой молодежной и наукой взрослой, абсолютно серьезной. Наши ребята предспевают во многом. И, конечно же, вот точка кипения, которая открыта в прошлом учебном году в университете, на экономическом факультете, также служит такой вот площадкой для обмена лучшими практиками, для общения, для того, чтобы с представителями разных научных школ, городов, вузов ведущих мы вели диалог. Инфраструктура должна соответствовать этому. Не только лаборатории, не только аудитория, но еще и то, что мы называем инфраструктурой здорового образа жизни, культуры, волонтерской деятельности. Вот этим мы занимаемся очень плотно. А если, например, кто-то приезжает сюда учиться, например, из далеких районов или вообще не из Чувашии, есть ли для них общежития, стипендии? Ну, стипендии есть для всех. Я сразу скажу, здесь мы никогда не различали студентов из Чувашии, студентов из других регионов Российской Федерации. Кстати, таких представителей у нас достаточно. Каждый пятый поступает из-за пределов Чувашии. И 69 субъектов Российской Федерации сегодня представлены в нашем вузе. Стипендии, помимо вот того, что положено получить от государства при условии хорошей, отличной учебы, или же социальной стипендии, которую мы выплачиваем в дополнение ребятам из малообеспеченных семей, у нас есть еще стипендии для, не первый год уже, для тех, кто поступил к нам по результатам Олимпиады. Победитель пределы регионального этапа. Вот не часто вы встретите такие преференции, такие льготы в вузах России. 10 тысяч в первом семестре, а затем при подтверждении портфолио вместо этих 10, 3 800 каждый семестр будет переназначаться. Но ребята должны, конечно, себя проявить, это еще раз повторяю, в довесок к тому, что дает государство каждому преимуществ, о которых я не буду говорить с точки зрения необходимости сохранить интригу для тех, кто собирается к нам. Про общежития еще. Общежития. 9 общежитий в университете. Причем они в основном расположены в кампусе, который называется студенческий городок. Одно из них сегодня на капитальной реконструкции. Мы надеемся, что в сентябре завершатся все эти процессы. Там живут студенты медицинского факультета. ЧГУ очень современный вуз. А что еще нужно сегодняшним и завтрашним выпускникам знать, чтобы сделать выбор? Ну, я думаю, что непременно пользоваться официальным сайтом университета, который нами умышленно, прямо скажу, умышленно обновлен, модернизирован. Ну, кардинально. Там можно найти сегодня и экскурсии 360 градусов. Интервью всех деканов факультетов. И исчерпывающую информацию, собственно говоря, по всем вопросам, которые волнуют наших студентов. Это и стипендии, и общежития. И, конечно, 17 тысяч подписчиков в официальной группе ВКонтакте нашего университета. Это тоже очень заинтересованы армией пользователей. Появился аккаунт в Инстаграме. Ну, и в заключение я хочу сказать, что мы, конечно же, ждем в нашем ЧГУ ребят, которые хотят получить очень серьезное, солидное образование, современное. И, второе, хотят провести здесь время с очень большим интересом, не только с большой пользой. Я думаю, что выбрав ЧГУ, они не ошибутся. И будем вместе с ними, вот плечом к плечу, строить их светлое будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова